Добрый день, друзья! Мы находимся сегодня с вами в Витязево. Здесь нас сегодня выгнали из одной столовой. Мария она называется. Мы поехали дальше. Приехали в русские блины. Он находится на улице у нас. Лермонта, номер какой? Номер не скажу. Скажу секунду, то скажу. Так, сейчас, секундочку, она пока узнает. В общем, здесь обещают приготовление в русской печи блюд. И что мне понравилось, здесь комплексный обед, наверное, самая низкая цена. Потому что он стоит, я вам сейчас сказал, 129 рублей. Как называется? Улица Лермонтова и Жемчужное пересечение. Сейчас я вам со стороны покажу, как это все выглядит. Какой номер? 15. 15. Вот, все, чтобы вы точно знали, где это находится. Давайте посмотрим, что здесь есть. У нас пошел дождик. Вот они, собственно, это Жемчужная. Это Лермонтова улица. Выглядит это все вот так вот. Очень красиво, симпатично. Жарко очень. Там внутри играет музычка. Мы из-за того, что как блогеры, мы туда не сели. Поэтому будем кушать на улице. Сейчас посмотрим с вами вместе меню. Нас привлекла сразу вот на улице вот такая вот вывеска. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Тортир русские блины. У Лермонтова дом 15. Порадовала, вот, смотрите, обед от 120 рублей. Большой блинов 40 рублей. Завтраки 55 рублей. Очень многие хвалили, мои подписчики, данные. Данные заведения. И сейчас мы с вами пробежимся по ценникам. Вообще, что почем. Здесь вы не ходите. Вам приносят, что вы хотите. Но потом сами пишите, как вам такие цены. Нормальные или нет. Допустим, вот комплексы, видите, все. 1129, второй 170, 165, 270. Там уже, я так понимаю, самые вкусные. Салаты разные. От 45 рублей начинается и заканчивается. 420 рублей. Пять раз продолжение цен от дешевого к самому дорогому. Тоже работает. Борщик за 60 рублей 350 миллилитров. Ну, цена средняя, скажу. Не самая дешевая, но и не самая высокая. Рекомендую. У меня, чтобы почитаю надпись, я после работы от студии не текла. Есть хочется очень цен. Ты, кстати, выбрала, какие блины будем еще кушать? Да, я хочу с томатами, с грибами. Также есть выбор. Ну, у меня такие же, возьми. Или возьми разные, то есть там сама. Шашлык у них по 100 рублей 100 грамм свинина. Порция 200 грамм готовится с 17.00. То есть все уточнения вы видите сразу же. Это очень хорошо. Меня это радует. Закуски. Будет очень интересно послушать ваше мнение именно по цене. Сравнение с вашими городами. Дороже, дешевле. Потому что такое, как бы, стилизованное и не столовое. Здесь, как бы, не очень много людей. Что там тоже радует. Вы не стоите в очереди, присеете, сели. И за 169 рублей можно покушать. И давайте сходим внутрь, посмотрим, вообще, где там можно руки помыть-то. Думаю, тоже будет интересный и полезный. Трактир, молочные коктейли. Вот, собственно, та печка, за которой тоже можно сфотографироваться. Музычка, конечно, не очень радует. Возможно, нам получится бан. Но, все-таки, надеемся, что повезет. Здесь у нас барная стойка. Можете отвернуться, чтобы я вас здесь одевал. Если сильно стесняетесь, спасибо. Есть такой трактир. Это внутри, внутреннее помещение. Выглядит вот так. Надеюсь, лица никто никого не увидел. И все. И есть санузел, туалет и место, где помыть ручки. Я отключаюсь, буду мыть руки. У нас тут на стульчике, прям за нашим столиком, киська живет. Он бедненький, глазиком у него беда. Ну, пускай сидит. Будет рядышком со мной, я его чем-нибудь обязательно подкормлю. Ничего страшного. Две минуты ровно нам принесли компотик. И здесь, смотрите, идет по два кусочка хлеба на порцию. Это, в принципе, тоже показатель. Еще через минуту у нас появился борщик. Мы с Светой только меняемся, а именно блюдо. Покажи, что у тебя там внутри. Подача ложек. Можете обратить внимание. Борщик у нас. Напишите в комментариях. Здесь, вообще-то, как рисовать, чуть-чуть кусочки. Нет, я просто в борщи вижу, вот меленькие-меленькие, разобранное мясо есть, как бы крупного нет. Вот с этой, вот с этой прям хорошие кусочки. Это причем, который самый дешевый, за 129. У меня в борщи поменьше, к сожалению. Но если найдем, самое главное на вкус. Как он стоит здесь, наверное? 60 рублей. Борщ на вкус, как борщ. Чувствуется и свекла. И цвет имеется хороший. Вообще прекрасно. Тебе понравилось? Угу. Такое горячее. Было плохо, если бы холодное было, я тебе скажу. Через 6 минут я просто, я честно скажу, я офигел от порции. Я спросил прямо у официантки. Это что, правда, такие порции всем дают? Вот это, смотрите, комплексный обед один. Ну, то есть, с тефтельками, макарошки, получается, салат свежий. Это вот котлеты, вот, я не знаю, моя рука, ребят. У меня большая рука. То есть, прям, я не знаю, с чем бы сравнить. Ну, он стакан, ну, порция огромная. Я не знаю еще, как на вкус будем, сейчас будем пробовать. И подача, смотрите, какая красивая тарелочка. Все. То есть, это жалуются, что супчик горячий, да? Ну, не жалуются, просто удивляюсь, как ты быстро ешь. Ну, я просто, представьте, с утра на марханах, я вот борщик уплетал вообще. Я с утра с постельки встала. Молодец, лайк тебе за это. Все-таки хочу вам показать, вот просто вот мое лицо, вот порция. Это просто крыто, я не знаю, тут вообще жесть на самом деле. Ребята, это стоит 129 рублей, чтобы вы подевали для восхищения. Я дешевле еще не... Нет, вот это еще 5. Нет, мой, мой 129, то есть, вот. Мы все там опланияли с тобой, там больше нет. Я надеюсь, что это сейчас будет вкусно. Сейчас будем вместе с вами, так сказать, пробовать. Тут нужно на траги детей брать, вот второе блюдо. Причем за 129 рублей. Как хорошо, что нас с прошлой столовой выгнали, я прям счастлив. Может быть, сюда бы и не попали. На крошке хорошие, хорошо разваренные. И тевтельку. Все реально вкусно. Я не верю, в чем подвох. Она реально, когда принесла порции для того, чтобы мы кушать, ели. Кстати, я вспомнил один из подлинных подписчиков, попросил меня обращать на это внимание. Мы едим. И мне он спросил, это вот реально так, или это для нас только принесли. Это реально такие порции. Дорянно круто. Нужно у людей спросить, они вам душа или они такие же? Ммм. А салат с каким-то таким вкусным маслом политый? Невкусным. Наоборот. Сладковатый. Тоже и свежий, знаете, такой заветренный. Меня даже очень удивил хлеб. Обычно приходишь, заветреный хлеб попадает. А здесь мягенький. Ну, как будто его только что порезали, на самом деле, по ощущениям. Даже для трехсет большая порция. Хотя Света много сейчас ест. Сейчас попробуем, как все это будет есть. Еще еще посмотрим. Шаром кремит, русы трясутся. Ну, давайте смотреть, что там у нас вкусного. Ой, я хочу эту котлетку вам показать. Внутри какая в разрезе красивая. Ну, что это за котлета вообще-то? Это, по-моему, куриная должна быть. Сейчас попробую, скажу тебе. Да, куриная котлета. И как на вкус? Куриная котлета вкусно. И курешки. Можно чуть-чуть посолить, но так нормальная консистенция. И в салате попробую, мне понравилось. Давай, проверь. Необычный салит. Как? Говори. Что ты рукодишеешь? Прошу, чтобы музыка не попадала. А, все, я поняла. Сладенький такой, интересно. Как будто яблочко добавлено. Как да, уж тебе, это необычный вкус. Обычно кислый какой-то. Давай кушать. Все, хорошо. Знаете, втелька ушла в пользу кисика. Кс-кс-кс. Довольный, по-моему. Не, укушайте потихонечку. Это тоже показательный, на самом деле, что вкусно. Такой Светланы блинчик с томатами, курицей и с сыром. Принесли нам его тоже довольно-таки быстро. Ух-ты. Ух-ты. А по чем цена у него, Светлана? У тебя просто вместо томатов, грибы еще. Так тоже курица все. Надо пробовать. Давай. Так сложно спать. Сможешь вкусно попробовать, да? Ну что? Жуй, жуй, мы все ждем. Ты так интересно живешь, где прям дается, как ты живешь. Ленчик сладкий. Сладковатый. У него такой, как будто чуть-чуть ванилинчика добавлено. Но так вот в целом гармонично, кстати, сочетается. Я думала, что будет сильно сладкий. Курица, ну, немножко суховатая, но вообще в целом под томатами вот так вот. Надо тебя пробовать, потому что у тебя там еще вкуснее. Давай. Так, ну что, попробовать Юра одной рукой. Это будет фантастика. А у меня с чем он еще раз? А, курица, грибы и сыр. У тебя вообще вкуснятина должна быть. Ммм. На самом деле очень вкусно. Подача интересная. То есть это был большой блин, завернутый. Пару блинов тоже можно съесть на 200 рублей. Но, конечно, их комплекс ничто не переплюнет. И самый главный такой показатель от отзыва. То, что смотрите, уже сколько людей сидит здесь. И в зале там уже нет свободных мест. Все занято. И я хочу еще отметить, очень вкусный компот. Очень вкусный. Присоединяюсь прямо. Реально вкусно. Мне понравился. Если вы здесь кушали, пишите обязательно, как вам. И обязательно советуйте какие-нибудь интересные места для посещения. Но мы будем стараться ходить в них. И дай бог, чтобы нам разрешали снимать. Я ни с кем ругаться не хочу. То есть, ну нет, нет. Записали запрет на съемку. Все. Нам, в принципе, неинтересно было пойти покушать именно в той второго. И мы делали обзор там для нашей подписчицы. Гладилова. У нее фамилия. Они там будут вообще отдыхать. Удачи вам. Вот так вот. Ладно. Всем хорошего настроения. Спасибо за то, что посмотрели. Не забывайте лайк, подписка. И дай бог, что все будет хорошо. Вы понимали, мы покушали на 484 рубля. То есть по ценникам мы все называли. Я думаю, человек не особо важен смотреть. Я просто девушке отдал 500 рублей. Сказал, спасибо огромное. И самое интересное, подошла даже официантка. Поинтересовалась. Вам все понравилось? Все хорошо? Да, отлично. Прям еще больше мне стало тут хорошо. Я, честно, теперь сам хочу сюда ходить. Ну и вам искренне могу посоветовать это место. Особенно на фоне того, как нас сейчас выгоняли с одной столовой. В этой столовой. Девушка сказала, я стесняюсь. Только вот, которая на кассе была. И все. Единственное. Все остальные добродушно, классно. Ну и вы сами видите, сколько людей уже там прям очереди набиваются в эту столовую. Приятного вам аппетита. Где бы вы ни обидали. Всем пока-пока.